всем привет вы на канале верните вязание и сегодня я вам покажу и расскажу как связать вот такой ажурный следок спицами с узором листья вязать следок можно на любой размер приступим к вязанию для вязания следков нам понадобится пряжа я использую газа baby wool в 50 граммах 175 метров вы можете взять такую же пряжу либо другую но такого же метража также нам понадобится чулочные спицы 2 миллиметра потому что вязать мы будем с вами в круг на спицы сначала нужно набрать 64 петли плюс 1 для соединения и распределить по четырем спицам по 16 петель набирать можно любым способом я набрала на спицы 64 петли по 16 петель на каждой и одну для замыкания сейчас я покажу как замкнуть вязание в круг вот эту петельку мы снимаем и протягиваем через первую петлю правой спицы вот так вот и эту петлю мы снимаем из правой спицы возвращаем на левую так мы соединили вязание дальше будем вязать зубчатый край зубчатый край вяжется следующим образом по кругу нам нужно провязать 7 рядов лицевыми петлями обычные просто лицевыми то есть вот мы вяжем лицевыми петли и так до конца ряда 7 рядов я провязала 7 рядов лицевой клади следующий восьмой ряд будут вывязывать сами зубчики вязать их будем следующим образом первые 2 вместе лицевой и накид и рапорт повторяем до конца ряда то есть 2 вместе лицевой я вижу за заднюю стенку и накид снова 2 вместе лицевой и накид и так до конца ряда следующий 9 ряд вяжется просто лицевыми лицевая где лицевая лицевую провязываем где накид мы и провязываем лицевой вот таким образом где лицевая снова лицевая где накид лицевая и так до конца ряда после 9 ряда нам нужно будет еще провязать 6 рядов лицевыми петлями я провязала еще шесть рядов лицевой глади следующий этап нам нужно соединить петли наборного края с петлями которые находятся на спице начну вот так вот подворачиваем сейчас этот край и смотрите вот у нас есть петли наборного края вот сюда прям серединочку и оставляю спицу и беру эту петлю перекидываю на вот эту спицу и провязываю просто лицевой лицевой 2 вместе лицевой вот провязала снимаем дальше переходим снова к наборному краю ко второй петле находим ее серединочку вот я нашла опять ее переснимаем на спицу и провязываем со второй петлей 2 вместе и опять ищем следующую также и перекидываем и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку я провязываю еще снимать еще ищем переснимаем и провязываем вот так должно получиться с изнаночной стороны вот такой рядок и так продолжаем вот до конца ряда я довязала ряд до конца вот такой зубчатый край должен получиться это с лицевой стороны покажу с изнаночной как это выглядит то есть вот так вот это должно быть с изнаночной стороны следующий ряд нам нужно провязать просто изнаночными петлями просто изнаночными вот так раз и так до конца ряда теперь приступаем к вывязыванию пятки пятку будем вязать на 1 на 2 спицы первый ряд будем вязать по такой схеме первая петля у нас идет мы снимаем ее лицевую нить за работой 2 просто лицевой провязываем следующий опять снимаем лицевую нить за работой и последующий просто лицевая и так повторяем до конца ряда сейчас покажу первым и снимаем нить за работой дальше лицевая просто провязываем снова снимаем нить за работой но в лицевая снимаем нить за работой лицевая и так до самого конца второй спицы последний провязываем лицевой переворачиваю вязань на изнаночную сторону и с изнаночной стороны все петли мы провязываем изнаночными первые только я снимаю остальные все изнаночные и так до конца ряда на начало 1 спицы после того как довязали изнаночный ряд переходим снова на лицевую сторону и провязываем лицевые ряды также как и первый ряд и повторяем все лицевые ряды как 1 а изнаночные мы провязываем изнаночными и таких рядов нам нужно связать 32 заканчиваем мы изнаночным ряду я провязала полотно закончила изнаночным так она выглядит с изнаночной стороны так с лицевой стороны дальше нам нужно разделить на три части я уже здесь повесила маркеры первая часть 12 петель и третья часть тоже 12 дальше мы будем вывязывать с вами пятку пятка в лицевых рядах вяжется лицевыми в изнаночных изнаночными и так нам нужно сначала провязать первую часть и среднюю часть не довязывая последнюю петлю просто лицевыми первую мы снимаем дальше провязываем лицевыми вот мы дошли до последней петли средней части и где у нас маркер вот висит нам нужно провязать две вот эти петли 2 вместе лицевой за заднюю стенку и провязать еще плюс одну лицевую в этом месте поворачиваем вязание на изнаночную сторону в изнаночной стороне мы вяжем изнаночными первую мы снимаем как я уже говорила и вяжем изнаночные 8 петель мы провязали дошли вот до маркера не довязывая последнюю петлю и и провязываем 2 вместе лицевой с первой петлей крайней части провязываем и изнаночной и плюс еще одну изнаночную переворачиваем вязание на лицевую сторону лицевая сторона с первой мы снимаем лицевых рядах первой всегда снимаем и в изнаночных рядах тоже первой всегда снимаем снова провязываем петли средней части лицевыми до последней петли до промежутка вот мы увидели промежуток и в этом промежутке нам нужно соединить две петли и эту крайнюю и вот эту первую провязать 2 вместе лицевой и еще одна лицевая то есть лицевых рядах провязывать 2 вместе лицевой когда доходите до промежутка и поворачивать провязать еще плюс одну лицевую поворачивать вязание снова переходим на изнаночную сторону первую петлю мы снимаем остальные провязываем изнаночными доходя до последней петли перед промежутком вот мы дошли до последней петли перед промежутком и провязываем 2 вместе изнаночными и плюс еще одна изнаночная так повторять в изнаночных рядах снова поворачиваем на лицевую сторону и на и аналогично провязываем лицевую сторону то есть вяжем петли средней части не доходя одной петли до промежутка мы сейчас провяжем среднюю часть дошли до последней петли где промежуток провязываем 2 вместе лицевой и плюс еще одна лицевая вот у нас постепенно вывязывать с пятка так повторяем вязать до тех пор пока с боковых частей у нас не идут все петли в среднюю часть я довязала пятку до конца и на спицу мне осталось 20 петель закончил я изнаночным рядом вот у меня все петли боковой части ушли в среднюю часть и так я провязала ряд лицевых и теперь нам нужно по этой стороне поднять 16 петель просто вот в кромочные вставляем спицу и и захватываем нитку 1 петля и 16 вот так должно у вас получится дальше переходим на переднюю часть на которой у нас будет дажурный узор первый ряд мы сначала просто провяжем лицевыми и в середине сделаем одно сокращение у нас ведь и вот эту петлю шестнадцатую и вот эту петлю 16 мы переснимаем на другую спицу и провязываем ее с другой петлю 2 вместе лицевой это нужно нам для симметрии рисунка и возвращаем ее вот на эту спицу на этой спице будет 16 петель на этой спице будет 15 петель провязываем просто лицевыми 15 петель 1 15 Дальше переходим на боковую часть и здесь также нам нужно поднять 16 петель. Точно также вставляем кромочную и вытягиваем петлю. 15 и 16. Вот подняли 16 петель. Переходим на эту часть и провязываем ее просто лицевыми. Итак, я провязала вот этот ряд лицевыми. Для удобства я распределила петли на 2 спицы, то есть пополам. Пересняла 10 петель сюда и дальше мы вот с этих сторон будем делать с вами сокращение в каждом ряду. То есть мы провязываем этот ряд лицевых, не довязывая две последние. С этой стороны нужно будет провязать 2 вместе лицевой за переднюю стенку. С этой стороны первые 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И так нужно будет сокращать до тех пор, пока вот на спицах с двух сторон у нас не останется по 16 петель. Вот я провязала ряд лицевых, довязала до двух последних петель и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Вот так вот. Такие вот сокращения нужно будет делать с этой стороны. Дальше переходим на переднюю часть. Здесь провязывается ажурный узор. Схему я вам прикреплю. Сам ажур я провязывать с вами не буду. У меня есть отдельное видео по этому узору. Ссылку я вам оставлю под видео. Расскажу, как вязать этот ажур. Вот. Если кому не понятно, вот пройдете по ссылке, посмотрите. Значит, раппорт узор состоит из 16 петель и 11 рядов. Ряды я там пометила только нечетные. В четных рядах мы не по схеме вяжем, а просто лицевыми провязываем. Четные ряды. Дальше у нас раппорт состоит, как уже говорила, 16 петель. Нам нужно провязать будет 2 раппорта. Но у нас на этой спице 15 петель для симметрии узора. То есть на второй спице раппорт узора провязываем 15. То есть не довязываем одну петлю. Для чего я сейчас вам объясню. То есть у нас начинается с накида узор и должен заканчиваться узор накидом. В лицевых рядах лицевые в ажуре я вяжу скрещенными. То есть за заднюю стенку. И после того, как провязали первый ряд ажур, переходим на боковую часть. И с этой стороны, как я уже объясняла, делаем сокращение. Провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот так мы провязываем. Остальные все петли мы провязываем просто лицевыми. Доходим снова до двух последних петель вот этой части задней. И провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку, делая сокращение. Вот я закончила делать убавки с одной стороны и с другой стороны. На спицах в задней части у меня осталось по 16 петель. Если у вас более широкая стопа, вы можете делать на одно убавление меньше и оставить по 17 петель. Если наоборот у вас более узкая стопа, то можно еще одно сокращение сделать и оставить по 15 петель. Это уже на ваше усмотрение. Дальше продолжаем вязать по кругу. Переднюю часть ажуром, заднюю часть просто лицевыми на размер, который вам необходим. Вязать нужно примерно до конца мизинца, а дальше уже будет вывязывание мыска. Я провязала следок до нужной длины. Я вяжу примерно на размер 37-38. Расстояние от пятки до спицы у меня 18 сантиметров. Закончила я ажур четвертым рядом раппорта. Если перевернуть на эту сторону, я закончила там, где закончился полностью вывязываться вот этот листочек. Дальше мы приступим к вывязыванию мыска. Будем делать сокращение с двух сторон. Первую петлю провязывать мы будем лицевой, дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем с этой стороны, провязываем лицевыми, доходим до трех последних. 2 вместе лицевой провязываем с наклоном вправо и последняя будет у нас лицевой. И также делаем с другой стороны. Первая у нас просто лицевая, дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это мы провязываем за заднюю стенку. Дальше все петли лицевые. Мысок вяжется лицевыми петлями весь. Дальше все петли лицевой. Дальше все петли лицевой. Вот на дальше до трех петель. Сейчас провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Формируется наклон вправо. И последняя лицевая. Также повторяем и с другой стороны. Поворачиваем вязание на другую сторону. Здесь первую провязываем лицевую. Потом 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Провязываем ряд лицевых. Доходим до трех последних. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. И последнюю лицевая. Это мы провязали первый ряд убавок. Второй ряд мы просто вяжем лицевыми, не убавляем. Повторяем первые и вторые ряды до 7 ряда. С 7 ряда и последующие ряды убавки нужно будет делать в каждом ряду. Убавлять до тех пор, пока на спицах на передней части у нас не останется 10 петель. На задней 12. Я провязала все убавки. Вот так это выглядит с одной стороны, с другой стороны. И следующий этап у нас будет закрытие мыска. Я пересняла петли на одну спицу, чтобы было удобно. Дальше нам нужно будет отрезать ниточку и вставить ее в иголку. Я уже вставила. И будем закрывать мысок. Я закрываю мысок слева направо. Вы можете справа налево. Техника одна и та же. Кому как удобно. Итак, берем иголку с ниткой и переходим на дальнюю спицу. Вставляем первую петлю вот сюда вот. Снаружи вовнутрь. И вот эту первую петлю мы снимаем. Переходим на вторую петлю этой же спицы и вставляем изнутри наружу. Петлю не снимаем. Переходим на переднюю спицу. Делаем точно так же. Первую петлю мы вставляем снаружи вовнутрь и ее снимаем. Во вторую петлю вставляем изнутри. Снаружи ее не снимаем. И возвращаемся снова на дальнюю спицу. Все повторяем то же самое. Вставляем в первую петлю снаружи вовнутрь. Снимаем. Во вторую петлю изнутри и наружу не снимаем. И снова переходим на ближнюю спицу. Так повторять до самого конца. Вот я практически дошла до самого конца. И у меня на вот этой спице осталась одна петля. И на задней части у меня осталось три петли. Потому что у нас здесь был петель побольше. Это ничего страшного. То есть мы сейчас вот я перехожу на дальнюю спицу. Захожу снаружи вовнутрь. И вот эту петельку все снимаем. Убираем у нас. Она нам уже не нужна. Дальше переходим на эту спицу. Первую петлю снаружи вовнутрь вставляем. Снимаем. В эту петлю провязываем их две вместе. Вот так вот. Теперь осталось сделать узелок. Ниточку я спрятала вовнутрь. И вот такой ажурный следок должен у вас тоже получиться. Второй вяжется аналогично. Вяжите для себя и своих близких с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...